В Ярославской области разгорается спор о необходимости штампов в паспорте. Да что там спор? Как бы до скандала дело не дошло. А всё началось вроде бы с невинной инициативы работников местного ЗАГСа. Видимо, решив, создав для молодожёнов особо романтичную атмосферу, они развесили портреты известных влюблённых. Прекрасный казалось бы. Но изображённые на этих портретах были приверженцами более чем свободных отношений. Наш корреспондент Артур Матвеев сейчас в Ярославле и выходит с нами на прямую связь. Артур, приветствую тебя. Ты на крыльце ЗАГСа. Признайся, впервые идёшь или был уже там? В ЗАГСе. По рабочим делам всё больше Наташа ЗАГС посещаю, как и сейчас. Но вот вы видите, то самое здание, из-за которого весь шум-то разгорелся. Улица Свердлова, дворец бракосочетания симпатичный. Недавно был, кстати, ремонт. Но самое интересное не снаружи, а самое интересное, как всегда, внутри. Тут, несмотря на то, что середина недели всё-таки приходят расписываться молодые, и мы зайдём, может быть, кто есть внутри, может быть, нет. Но суть в чём? Вот из-за чего всё началось. Вот этот угол. Это угол, где перед тем, как молодые пойдут в зал бракосочетания, они расписываются. Как вы видите, здесь висят портреты известных пар. Это и Владимир Высоцкий, и Марина Влади, Александр Абдулов, Ирина Алфёрова, Сергей Есенин, Асидора Дункан. Не все из них были приверженцами, как Наташа сказала, свободных отношений, но у большинства пар были сложные, скажем так, личные взаимоотношения. Допустим, Сергей Есенин, Асидора Дункан они вообще расписались только тогда, когда нужно им было выехать за границу, но потом всё равно развелись. А вот Владимир Маяковский и Лили Брик, те и вовсе жили не, как сказать, не в русской семье, а больше, наверное, в шведской, потому что жили они втроём вместе с супругом Лили Брик, Осипом. Ну и Григорий Александров, Любовь Орлова. Любовь Орлова, хоть они и прекрасная пара, но прожили они в браке недолго. Она была второй супругой Александрова, потом Александров женился в третий раз. Но почему так вот решили украсить портретами этот красный, в данном случае синий уголок, мы спросили у директора дворца бракосочетания. Просто было желание каким-то образом одомашить, скажем так, это здание, поскольку люди сюда приходят. Ну понятно, что это государственное учреждение, но хотелось бы какой-то кусочек дома. На тот момент совершенно было не важно, насколько законен был брак или нет. Просто это те вариации, с которых мы, наверное, должны брать хоть какой-то пример, или стремиться быть похожими, ну или что-то заимствовать то красивое, что было в их истории. Наташ, я вот сейчас прямо тебя спрошу. Вот ты, когда выходила замуж, были ли какие-то знаки, символы, сигналы вот типа этих, перед тем, как бракосочетание твое состоялось? Вообще, как твое личное отношение к этому? Я поняла твои вопросы. Смотри, я увидела у тебя на заднем плане еще Марину Владису Высоцкину. Сейчас ты стоишь прямо на фоне портрета Абдулова и Алфёровой. Да, я бы сказала так. Если, придя в ЗАГС, я увидела бы эти портреты, я прекрасно знаю историю любви вот этих людей. Да, Влади и Высоцкий. Но тут книги написаны, фильмы какие сняты. Понимаешь, любовь – это такое же счастье, как и несчастье. Эти люди, безусловно, любили друг друга. Но придя в ЗАГС, вот начиная со своей реакции и увидев эти портреты, я бы задумалась. Я бы задумалась, насколько это необходимо сделать сейчас. Это все сложные были судьбы. Более чем сложные. Причем все без исключения портреты. Вот там, на другой стене, насколько я понимаю, Александрова, Александров с Орловой. Но это отдельная история, отдельные и о духовных скрепах вообще говорить не приходится. А если возвращаться к БРИК, к Есенину Маяковскому, то тогда были вот такие времена, такие нравы, что мы, нынешнее поколение, вообще можем себя считать сломудренными. А что, Артур, говорят влюбленные местные, ну там, тебе удалось пообщаться? Да, Наташа, спасибо, что он про духовные скрепы в данном случае забавно звучал. Но видишь, штамп в паспорте не всегда любовь. Здесь это больше о любви, а не о регистрации. Не секрет же, что многие молодые, зарегистрировавшись, так же активно и разводятся. Многие даже не прожив и года вместе. Но при этом, при всем, вот по крайней мере та молодая пара, с которой нам удалось здесь пообщаться, они, хоть не все истории знают, не так хорошо, как ты, Наташа, но, тем не менее, уже сформировали свое отношение к этим портретам. Вот что же они говорят. Мне кажется, не главное, что он в паспорте. Главное, чтобы людям было хорошо вместе. И что в душе, как бы, одного человека к другому отношено? У каждого свое отношение, поэтому они отнеслись так к своей жизни. То есть они захотели расписаться, ничего страшного в этом нет. Вот поэтому все, кто восходят на эту торжественную лестницу Ярославского ЗАГСа расписаться, в общем, морально уже готовы. Они знают и о высоких чувствах, и о том, что штамп в паспорте не всегда является штампом по жизни. Ну, в общем, так или иначе, этот синий уголок останется в Ярославском дворце бракосочетания, как некий, ну, символ, что ли, любви через века. Наташа. Артур, я поняла. Я поняла. Смотри, ЗАГС, да, запись актов гражданского состояния, ведь именно в ЗАГСе как расписывают, так и разводят. Возможно, таким образом можно демонстрировать дополнительные услуги этого отдела ЗАГСа. Спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Артур Матвеев. Но хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы работники Ярославского ЗАГСа все-таки внимательнее изучили историю любви вот тех персонажей, которые они ставят в пример. Не со всех можно брать тот самый пример. Спасибо. Спасибо. Спасибо.